Беседа 21.9.26 Сау прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Здесь справедливо можно недоумевать. В послании Галатам Павел говорит, что не ходил в Иерусалим, но в Аравию и в Дамаск, и после трех лет ходил в Иерусалим, чтобы видеться с Петром, а другого из апостолов не видел. А здесь напротив говорится, что Варнава привел его к апостолам. Он говорит или то, что он ходил в Иерусалим, не с тем, чтобы остаться. Так именно говорил, что не стал советоваться с плотью и кровью, и не пошел к предшествовавшим мне апостолам. Или то, что умысел против него в Дамаске случился после пришествия его из Аравии, а потом уже по возвращении отсюда последовало путешествие в Иерусалим. Таким образом он приходил не к апостолам, но тем, которые подсматривали за ними. И та же, как ученик, а не как учитель. Следовательно, приходил не для того, чтобы идти к первейшим его апостолам, потому что от них он ничему не учился. Или он не упоминает об этом путешествии, но умалчивает. Как что дело было так. Он отправился в Аравию, потом пришел в Дамаск, потом в Иерусалим, потом в Сирию. Или еще так. Пришел в Иерусалим, потом был послан в Дамаск, потом в Сирию, потом опять в Дамаск, потом в Кесарию. А затем спустя 14 лет, может быть, опять пришел в Иерусалим, когда привел в братью Сварнавою. Или, если не так, то здесь речь идет о другом времени. Писатель многое сокращает и соединяет различные времена. Смотри, как он не тщеславится и не распространяется в рассказе об этом видении Павла, но кратко повествует. И затем опять начинает и говорит так. Сал прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. И отсюда опять открывается пламенная ревность Павла не только от Анании и тех, которые удивлялись ему там, в Дамаске, но и из случившейся в Иерусалиме, так как это обращение было совершенно сверхчаяния человеческого. И смотри, по смирению он приходит не к апостолам, но к ученикам, как ученик, потому что ему еще не верили. Варнау, уже взяв его, пришел к апостолам, рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Этот Варнау был человек послушный и кроткий. Имя его, значит, сын утешения, потому и был любим Павлом. А что он был весьма добр и кроток, это видно как из настоящего обстоятельства, так и из бывшего с Иоанном Марком, Деяния 15.37. Отсюда он не боится, но рассказывает, как Павел на пути в Дамаск видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Вероятно, услышал о том, что случилось с ним еще в Дамаске. Потому когда предварительно это было совершено, тогда Павел делами подтвердил сказанное. «И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалим, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил так же и состязался с еленистами, и они покушались убить его. Так как ученики боялись его, апостолы же не верили ему, то этим он рассеивает страх их. Еленами называя тех, которые говорили по-елински, это делал и Павел весьма разумно. Потому что прочие, закоренелые евреи, видеть его не хотели. Они же искали убить его. Это свидетельствует о силе и совершенной победе Павла, а также о том, что они были весьма недовольны случившимся. Братья, узнавшие о всем, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс. Делает это из опасения, боясь, чтобы с ним не случилось того же, что со Стефаном отправляет его в Кесарию. Отправляет его как из опасения, так вместе и с тем, чтобы он проповедовал и был в безопасности, находясь в своем Отечестве. И заметь, прошу, как не все делается благодатью, но Бог пропускает ему устроить многое и собственной мудростью по-человечески. Если так было с ним, то тем более с теми учениками. Попускает же для того, чтобы нерадивые не имели оправдания. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самаре были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Писатель намеревается говорить о Петре и о путешествии его ко святым. Поэтому, чтобы кто не подумал, будто это сделал Петр, по страху сначала он повествует о том, в каком состоянии находились церкви. И показывает, что когда было гонение, то Петр находился в Иерусалиме. А когда повсюду церковь находилась в безопасности, тогда уже он и оставляет Иерусалим. Так он был ревностен и тверд. Он не думал, что если бы мир, то и не нужно его прибытие. Почему же, скажешь, он делает это и идет во время мира и после отшествия Павла? Потому что на них, апостолов, больше обращали внимания, как часто являвшихся и бывших предметом удивления для народа. А его презирали и против него больше восставали. В Самарии престижен был Симон. В Иудее случилось происшествие с Сапфирою. И тогда, как был мир, дела их не были безуспешны. Но этот мир был такой, что и во время его нужно было утешение. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде. Он обходил, как бы, некоторый военачальник ряды, наблюдая, какая часть сомкнута, какая во всем вооружении, какая имеет нужду в его присутствии. Посмотри, как он везде успевает быть и является первым. Когда надлежало избрать апостола, он первый. Когда беседовать с иудеями о том, что апостолы не были упоены вином. Когда исцелить хромого, когда говорить к народу, он прежде остальных. Когда было дело с начальниками, когда с ананию, когда совершалось исцеление от тени, был он. Где была опасность и где требовалась распорядительность, там он. И где все было в мире, там все они вместе. Так он не искал в себе большей чести. Опять, когда надлежало творить чудеса, он является прежде других. И здесь также он сам подъемлет труд и совершает путешествия. Там нашел он одного человека именем Инея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Иней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас встал. Почему он не ожидал веры этого человека и даже не спросил, желает ли он быть исцеленным? Особенно потому, что чудо было совершено и для утешения многих. Послушай, какая отсюда произошла польза. И видели его все живущие в Лидде и Сароне, которые и обратились к Господу. Не напрасно он так сказал. Иней был человек известный, притом он представил и доказательства знамения, взявший Одр. Апостолы не только исцеляли от болезни, но вместе со здоровьем сообщали еще и силу. С другой стороны, до этого времени они еще не показали своей чудотворной силы. И потому справедливо не требовали веры от этого человека, как не потребовали и от Храмова. Подобно тому, как Христос, начиная знамения, не требовал веры, так и они. В Иерусалиме справедливо от них требовалась сначала вера. Так, по вере, некоторые одержимые болезнями полагаемы были на дорогах, чтобы хотя тень проходящего Петра осенила кого-либо из них, потому что там совершалось много знамений. А здесь это совершается первое. И одни из знамений совершались для обращения не веровавших, а другие для утешения верующих. В Йопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых склад дел и творила много милостыни. Случилось в те дни, что она за ним могла и умерла, ее омыли и положили в горницу. А как Лида была близ Йопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Почему они ждали, пока она умрет? Почему не утруждали Петра и прежде этого? По-любомудрию они считали недостойным утруждать учеников ради таких дел и отвлекать от проповеди. Поэтому писатель говорит, что Петр находился недалеко, чтобы показать, что они просили об этом как бы случайно. А Тавифа была ученица, но не нарочито. Петр, став, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Не просят, но предоставляют ему, чтобы он по собственному побуждению даровал ей жизнь. Так здесь исполняется сказанное «Милостыня избавляет от смерти» Тавитам 12.9. Приводит Петра туда, где лежала умершая, может быть, думая, представить ему случай какому-либо назидания. Видел ли ты какое-либо прибавление к имени этой жены? Не без цели упоминается и имя ее, но чтобы мы узнали, что она соответствовала этому имени. Была так внимательна и деятельна, как серна. Многие имена даются с особенным значением, как мы часто говорили вам. Исполнена была, говорит Писатель, добрых дел. Великая похвала для жены, если те и другие она творила так, что была исполнена тех и других. И наперед, как видно, она прилагала попечение о первых, а потом о последних. Делала, говорит, живя с ними серна. Делала, великое и смиренно мудрее, не так, как мы. Но они были все вместе, прилагая великое попечение о милостыне. Петр, выслав всех вон и преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал Тавифа, встань. И она открыла глаза свои, увидевши Петра, села. Для чего он всех высылает вон? Для того, чтобы не смутиться слезами и не потерять спокойствие. Преклонил колено, помолился. Это знак напряженной молитвы. И подал ей руку. Поднял ее и, призвав святых, вдовица поставила ее перед ними живою. Одним утешение, так как они снова получили сестру и увидели чудо, а другим в помощь. Это сделалось известным во всей Иопии. И многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. 202. Посмотри на смирение и кротость Петра. Он имеет пребывание не у ней Тавифы и ни у кого-либо другого из знатных. Но у Кожевника всеми действиями своими внушает смиренно мудрее и не попуская ни бедным стыдиться, ни великим превозноситься. Он потому и решил обойти церкви, что веровавшие имели нужду в его наставлении. Но обратимся к вышесказанному. Покушался, Павел, говорит писатель, пристать к ученикам. Не с гордостью пришел, но смиренно. Учениками же называют и тех, которые не были в числе двенадцати, потому что тогда все назывались учениками по великой добродетели, которая была явным отличием учеников. Но все, говорит, боялись его. Смотри, как они избегали опасности и как еще был силен страх. Варнава же взял его. Мне кажется, что Варнава и прежде был близок к Павлу. Потому и рассказывает все о нем. Сам же он ничего не говорит об этом. Думаю, что он не стал бы и после говорить об этом перед прочими, если бы не представилась ему какая-либо необходимость. И был с ними в Иерусалиме. Это и остальным придавало бодрости. Видишь ли, что как там, так и здесь прочие заботятся и устраивают его путешествия. А сам он доселе еще не получал божественного внушения. Этим также показывается его ревность. И мне кажется, что он совершал путешествия не только суши, но потом и морем. А все это было с благой целью, чтобы он и там проповедовал. Поэтому и покушения против него, и путешествия в Иерусалиме были с благой целью. Для того, чтобы не оставалось больше сомнений касательно его. Состязался с еленами. То есть умножились, имели между собой мир, мир истины. И хорошо, потому что внешняя брань причинила им много зла и утешением Святого Духа. Дух утешал всех и чудесами, и делами, так что сверх того и каждого порознь. И вот пришлось Петру посещать в Лиде. Это слово не тщеславие, когда он говорит, вина исцеляет тебя, Иисус Христос. Но убеждение, что так будет. И мне кажется несомненным, что больной поверил этому слову, и потому стал здоровым. А что Петр был чужд гордости, видно из последующего. Он не сказал во имя Иисуса, но как бы повествует только о самом себе. И видели живущие в Лиде, и обратились к Господу. Следовательно, не напрасно я говорил, что чудеса были совершаемы для убеждения и утешения. В Йопе была некоторая ученица. Видел ли ты, как повсюду совершались знамения? Не вдруг умерла Тавифа, а после болезни. Они не приглашали Петра, да то ли пока она умерла. Заметьте, через других посту нас приглашает. Но он повинуется и приходит, не считает такого приглашения обидою. Столь великое благо скорбь. Она соединяет наши души. Там не было никакого плача, никакого рыдания. И омыли ее и положили в горницу. То есть сделали все, что делается над мертвым. Не все знамения Бог попускает совершать с одинаковой легкостью. Это было полезно для самих апостолов. Он промышлял не только о спасении других, но и их самих. Поэтому-то исцелявший многих одной тенью, теперь употребляет такое усилие для воскрешения. Впрочем, иногда содействовала и вера присуступающих. Таким образом, ее первый Петр воскрешает из мертвых, называя по имени. Она, как бы пробудившись от сна, сначала открыла глаза. Потом тотчас, увидевший Петра, села. И, наконец, прикосновением руки была укреплена. Заметь, опять прошу, какая отсюда польза. И как плоды этого служили не к удовлетворению тщеславия. Поэтому он высылает всех вон, подражая и в этом учителю. Где слезы, там невозможно совершаться такому таинству. Или лучше, где чудеса, там не должно быть слезы. Послушать увещеваю и над нынешними мертвыми совершается, хотя не такое, но также великое таинство. Скажи мне, если бы к нам, сидящим здесь, царь прислал кого-либо звать в свое царское жилище, то неужели следовало бы плакать и рыдать? И здесь присутствует не сшедшая с небес ангелы, постная самого царя. Призвать подобного им раба, а ты плачешь. Или лучше, не знаешь, какое здесь происходит таинство, какое страшное и ужасное. Но поистине и достойное песнопение и радости. Хочешь ли понять и убедиться, что здесь не время слезам? Это величайшее таинство Божьей премудрости. Душа, как бы покидая какой дом, исходя из тела, поспешает к своему владыке, а ты плачешь. Поэтому следовало бы делать то же и при рождении младенца. Ведь и это есть рождение, только лучшее того. Она является в другой свет, освобождается как бы из какого заключения, выходит как бы с поприща. Да, скажешь, справедливо так говорят о людях добродетельных. Но что тебе из этого, человек, когда ты не поступаешь так и по отношению к добродетельным? Скажи мне, в чем мог бы ты обвинить малого младенца? Для чего же оплакиваешь его? Для чего оплакиваешь новопросвещенного, и он находится в таком же состоянии? Зачем же ты плачешь о нем? Разве ты не знаешь, что как солнце восходит чистым, так и душа, оставляющая тело с чистой совестью, сияет светло? Не с таким безмолвием следует взирать на царя, вступающего в город, с каким на душу, оставляющий тело и отходящий с ангелами. Представь, в каком состоянии бывает тогда душа, в каком изумлении, в каком удивлении, в какой радости? Почему же ты плачешь, скажи мне? Ты ведь не над грешниками только делаешь это. Ой, если бы это было только над грешниками, тогда и не стал бы останавливать слез. Ой, если бы такова была цель их. Это плач апостольский, это плач самого Господа. И Иисус плакал об Иерусалиме. Таким правилом я хотел бы различить разное рода плача. Когда же, оплакивая мертвых, произнесешь речь, упоминая о привычке, о попечении своем, то не о том ты плачешь, а только притворяешься. Плача, рыдая грешники, о нем и я буду проливать слезы. И я буду плакать, тем больше, чем большему он подлежит наказанию. И я буду плакать с этой целью. О таком умершем не тебе только следует плакать, но и всему городу и всем встречающимся, как плачут о ведомых на смерть. Смерть грешников поистине лютая смерть. Но у нас все извращено. Такой плач есть плач, исполненный любомудрее великого назидания. А тот – знак малодушия. Если бы все мы плакали таким плачем, то исправляли бы их при жизни. Как если бы ты имел возможность доставить лекарства, не допускающие смерти телесные, то ты сделал бы это. Так и теперь, если бы ты оплакивал эту смерть грешников, то ты не допустил бы ее ни в себе, ни в другом. А теперь непонятно, что делается. Имея возможность не допустить этой смерти, постигнуть нас – допускаем. А когда она приключится – плачем. Поистине достойны слез грешники, когда они пристанут перед престолом Христовым. Какие они услышат слова, какие потерпят мучения. Напрасно жили они, или лучше не напрасно, а во вред себе. И о них прилично сказать. Лучше бы было вам совсем не родите. Что в самом деле пользы, скажи мне, истратить столько времени во вред самому себе? И если бы только оно было истратено напрасно, то разве маловажна была бы потеря? Скажи мне, если бы какой-либо наемник потрудился напрасно двадцать лет, то не стал ли бы он плакать и рыдать, и считать себя несчастней всех? А этот всю жизнь трудился напрасно, и ни одного дня не жил для себя, но для удовольствия, для роскоши, для любостяжания, для греха, для дьявола. О нем ли не будем плакать, скажи мне? Ей волей не постараемся исхитить от опасности. Есть подлинная возможность облегчить его наказание, если пожелаем. Так, если будем совершать за него частые молитвы, если будем подавать милостыню, то хотя он сам был и недостоин, Бог услышит нас. Если ради Павла он спасал других, и ради других милует иных, то не сделает ли того же самого и ради нас? Из собственного его имения, из твоего, из чего хочешь, окажи помощь. Возлей на него и лей, или, по крайней мере, воду. Он не может предъявить собственных дел милосердия, пусть будут хотя родственные, не имеет совершенных им самим, пусть будут совершенные за него. Таким образом, жена может ходатайствовать за него с дерзновением, представив за него потребное для спасения. Чем в больших он повинен грехах, тем более необходимы для него милостыни. И не поэтому только, но и потому, что теперь она уже не имеет такой силы, но гораздо меньше. Не все равно, творит ли ее кто сам или за него. Итак, чем она менее по силе, тем более мы должны увеличивать ее по количеству. Не о памятниках, не о надгробных украшениях будем заботиться. Ты собери вдовица. Вот наилучший памятник. Скажи им имя покойного. Пусть все творят за него молитвы и моления. Это преклонит на милость Бога, хотя и не он сам, а другой за него совершает милостыню. Это сообразность с человеколюбием Божиим. Стоящие вокруг и плачущие вдовицы могут спасти, если нет настоящей, то от будущей смерти. Многие получили пользу от милостынь, совершаемых за них другими. Если они не совершенно помилованы, то по крайней мере получили некоторое утешение. В противном же случае, как спасались бы дети, которые сами от себя ничего не представляют, а все родители. И часто женам даруемы были дети, которые сами от себя ничего не представляли. Много путей ко спасению даровал нам Бог. Только бы сами мы не были нерадивыми. Но что скажешь, если кто беден? Опять скажу, что о достоинстве милостыми судится не только по тому, что дается, но и по усердию. Не давай только меньше того, сколько можешь, и исполнишь все. А если кто скажешь, одинок, чужой, и никого не имеет? А почему он никого не имеет? Скажи мне. За то самое он подвергается наказанию, что не имеет никого так близкого, так добродетельного. Поэтому, если мы сами не добродетельны, то должны стараться иметь добродетельных товарищей, и друзей, и жену, и сына, для того, чтобы получить какую-нибудь пользу и через них, хотя и малую, однако же пользу. Если постараешься взять за себя не богатую, но благочестивую жену, то будешь иметь это утешение. Равным образом, если постараешься оставить по себе не богатого, но благочестивого сына и честную дочь, то и тогда будешь иметь это утешение. А если будешь заботиться об этом, то и сам будешь таков. Добродетели свойственны иметь таких и друзей, и жену, и детей. Не напрасно бывает приношение за умерших, не напрасно молитвы, не напрасно милостыни. Все это установил Дух, желая, чтобы мы приносили друг другу взаимную пользу. Смотри, тот получает пользу через тебя, а ты получаешь пользу ради него. Ты истратил имущество, решившись сделать доброе дело, и ты для него стал виновником спасения, а он для тебя виновником милостыни. Не сомневайся, что это принесет добрый плод. Не напрасно диакон возглашает, а иже о Христе усопших, и а иже памяти о них совершающих. Не диакон изрекает эти слова, но Дух Святый, разумею, дарование его. А ты что говоришь? Жертва в руках священнослужителей, и все предлежит уготованное. Предстоят ангелы, архангелы, присутствует Сын Божий. Все стоят с таким трепетом. Те предстоят, возглашая среди общего молчания. И ты думаешь, что это бывает напрасно? В таком случаю все прочие напрасные приношения за церковь, и за священников, и за всех христиан. Но да не будет. Напротив, все это совершается с верою. Для чего, думаешь, что бывает приношение за мучеников, и они призываются в этот час? Хотя они мученики, хотя это приношение за мучеников, но великая честь быть воспомянутым в присутствии Господа во время совершения такой смерти страшной жертвы неизреченных таинств. Как перед лицом сидящего царя всякий может и спрашивать, чего хочет, когда же он встанет в свое место, тогда, что бы ни говорил, будешь говорить напрасно. Так и здесь. Пока предлежат таинства, то для всех величайшая честь удостоится поминовения. Смотри, здесь возвещается то страшное таинство, что Бог предал Себя за Вселенную. Вместе с этим тайнодействием благовременно воспоминается и согрешившее. Подобно тому, как в то время, когда празднуются победы царей, прославляются и те, которые участвовали в победе, и освобождаются те, которые в то время находятся в узах. И когда пройдет это время, то не успевший получить, уже не получает ничего. Так точно и здесь. Это время победного торжества. Всякий раз, когда едите хлеб сей, смерть Господню возвещаете. Не будем же приступать легкомысленно и думать, будто это совершается так, без цели. А вместе будем поминать и мучеников. И притом с верой, что Господь не умер, а что Он был мертвым, то это знак умерщвления смерти. Зная это, будем помнить, какие утешения мы можем доставить умершим. Вместо слез, вместо рыданий, вместо надгробных памятников, милостыни, молитвы, приношения. Чтобы и им, и нам сподобиться обещанных благ по благодати и человеколюбии Единородного Сына, с Которым отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь.